Более 500 человек из 32 регионов России, 200 из них специалисты и эксперты. Такова география слета народных университетов. Просветительские учреждения, общественные организации в течение четырех дней в Сочи обсуждали вопрос повышения качества жизни людей старшего возраста. Как их вовлечь в активную жизнь, рассуждали на лекциях, заседаниях круглых столов и мастер-классах. Информация вся выкладывается в интернет, идет прямая трансляция. И это позволяет моим коллегам из региона, кто не смог приехать, выйти в этом сервисе слета. И мы уже обменяемся опытом, обменяемся письмами, смс-ками. Итогом четырехдневного большого форума народных университетов стало обращение участников слета к руководителям органов власти разных уровней, представителям СМИ, бизнеса и просто единомышленникам. Основная его мысль – работа со старшим поколением не должна ограничиваться лишь форматом клубов по интересам и не носить только развлекательный характер. Большой жизненный и профессиональный опыт старшего поколения должен быть обязательно использован и в решении важных государственных задач – приносить пользу обществу. Весь вот этот опыт наработанный, который действительно является уникальным опытом, мы смогли донести до большинства регионов нашей страны. подготовленный по результатам семинаров, лекций, выступлений, хорошие методички, алгоритмы действий, рекомендации. В завершении слета самым активным его участникам вручили благодарственные письма. Кстати, слет народных университетов проводится всего третий раз за последние более чем 100 лет. Таких больших перерывов больше не будет. Очередной слет решили провести уже в следующем году в том же месте – в Сочи – в санатории «Знания». Ольга Десятого, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.